С 1 апреля 2021 года вступает в силу изменение правил проведения экзаменов на право управления транспортным средством и выдачи водительских удостоверений. Также принят новый административный регламент МВД номер 80, который регламентирует порядок предоставления государственной услуги по приему экзаменов на право управления транспортным средством и выдачи водительских удостоверений. Новшество данных нормативных документов заключается в том, что отменена так называемая закрытая площадка, которая раньше предусматривала проверку первоначальных навыков кандидатов-водителей, так называемый первый этап практического экзамена. Теперь первоначальные навыки права управления транспортным следствам проверяются в процессе городского движения в едином практическом экзамене. Также новшеством является о том, что теперь кандидаты-водители не смогут заучивать утвержденные маршруты правил проведения экзаменов. Теперь будет маршрут экзаменационный состоять из перечни улиц, по которым экзаменатор может в любой момент изменить направление движения. Для кандидата-водителя это будет неожиданность, и поэтому здесь более приближено к условиям городского движения проверка навыков и умений управлять транспортным средством кандидатов-водителей. Данные изменения, безусловно, связаны с тем, чтобы образовательные организации стремились к более качественному обучению кандидатов-водителей. Практический экзамен для транспортных средств категории А, М – это мопеды и мотоциклы – ничего не изменится. Навыки права управления транспортным средством будут проверяться на закрытых площадках и автодромах. Для остальных категорий транспортных средств практически экзамен изменился. Теперь закрытые элементы площадок первоначальных навыков будут проверяться в процессе единого экзамена в условиях дорожного движения. Здесь необходимо отметить, что для водителя некое послабление происходит, так как исключается из проверки навык управления такое упражнение, как «змейка». С 1 апреля 2021 года обязательным требованием при проведении практического экзамена на получение права управления транспортными средствами является обязательное нахождение экзаменатора за дублирующими органами управления. То есть теперь сотрудник полиции в процессе экзамена контролирует действия кандидата-водителя при необходимости в случае аварийной ситуации обязан быть вмешаться и прекратить экзамен. Кроме этого, в согласии кандидата-водителя предусматривается такой институт, как нахождение в транспортном средстве наблюдателя. В качестве наблюдателя могут присутствовать члены общественных советов органов внутренних дел, представители образовательных организаций, то есть автошкол, или сотрудники полиции и других служб. Кроме этого, весь процесс проведения практического экзамена будет осуществляться под видеофиксацию от начала экзамена, когда кандидата-водителя займет водительское место в транспортном средстве, и до выставления оценки. Также изменен порядок оценки практического экзамена. Теперь к грубым нарушениям, за которое выставляется 5 штрафных баллов и прекращается проведение экзамена, относится движение транспортного средства, не пристегнуто ремнем безопасности, а также использование во время движения мобильного телефона. В случае, если кандидат-водитель не согласен с выставленной оценкой, он вправе обжаловать действие экзаменатора начальнику регистрационно-экзаменационного подразделения, обратившись к нему с жалобой на действие экзаменатора.